Приветствую, друзья! Сердечно! Послушайте, помните в фильме Мино? Там, кажется, Фрозик Микорчан говорил Я тебе умную вещь скажу, только ты не обижайся, да? Помните, да? Я вам умную вещь скажу сейчас, даже две. Ну, во-первых, пожалуйста, Амрита Русь выпустила мою книжку. Выпустила мою книжку. И не одну, а две. Две. Да. Амрита Русь. И книгу нашу Наташи Кузьминой. Этот Крючка Саялиева. От мечты к творчеству. Да, вот приобретайте это на Вальбересе и на Озоне. У нас Константин Михайлов, который придумал пояс мечты, изобретатель такой мощный. Он, значит, целую полку себе сделал. Там как раз таки у него все книги, которые я выпускал. И которые мы вместе с вами, друзья, участники школы Человек Бойщего Хомофатурус, писали. Вот, например, книжка, которую мы вместе писали. Вместе писали, и там есть приемы на основе принципов ключа. Да, и в конечном счете эти приемы вошли в учебник по физкультуре для 10-11 классов профессора Матвеева. Вот такие вещи. Так вот, послушайте, что я хочу сказать. Мне наш мастер Трис Николай Калошин подсказал. Он говорит, люди иногда забывают. Ты повтори это. Подчеркни это. Чтобы, как нитку потянешь, узелок развязывается. Потому что, когда вы в хорошем состоянии, вы все приемы помните, все знаете. А когда попадаете опять в какую-то неопределенность, страх, паника какая-то, все мигом забываете. И он мне подсказал. Ты повтори еще раз. Ты говоришь это на своих ликбезах и на своих вебинарах. Ну, еще раз подчеркни. Ну, я очень благодарен нашему мастеру Трис Николаю Калошину. И вот подчеркиваю, что надо сделать, когда ты в плохом состоянии и думаешь, что тебе ничего не помогает, и все забыл. Надо сразу сделать узелки на память. Чтобы сразу все вспомнилось. Обжать 10 пальцев. 10 пальцев обжать. Потом надо положить руку на руку. Это алгоритм, который легко запомнит. Размять зоны Захарина-Геда. Вот, размять, размять болевые точки. Два-три раза в день. Потом нажать точку Хэгу. Вот так руку на руку положить. Точку Хэгу размять. Справа и слева. Мужчины слева сначала, а женщины справа сначала. Несколько раз в день. Ну, буквально по полминутки. И вы тогда все вспомните. И вы вспомните и шалтай-болтай, и лыжника, и плавательные движения, и дирижирование, и дрожание, и втягивание голову в плечи с сжиманием кулаков. Ну, делайте вот это, и вы сразу будете выходить опять из тупикового состояния. Да, друзья. Вот я вам все повторил, все сказал. Как говорится, не обижайся, друг мой. Потому что я тоже, когда был молодой, все забывал, когда паника. А потом паники я научился ими управлять, и теперь я их использую как стресс-трамплин. Скоро выйдет наша новая книга. Условное название. Условное название. Ключ к украшению стресса и к счастью. Потому что можно использовать энергию напряжения стресса, как стресс-трамплин для решения ранее нерешаемых вопросов. И добиваться исполнения желаний и достижения мечты. Да, друзья. Я, например, все это могу делать. Стал художником, снял психологический барьер. Вон, посмотрите, скрипачка. Какая теперь она, можно сказать, в окончательном виде. Ромашка. Для Романа Газенко я рисую ромашку, потому что ему понравилась ромашка. Да, мы с Романом Газенко делали вебинар. Кто не видел, запись приобретите. А вот еще какая картина замечательная. Я ее сейчас уже дорисовываю, дорисовываю. Это у нас берегиня. Берегиня. Ну, подскажите, друзья. Вот здесь вот я сделал. Видите как? Ручки у нее, глазки такие прикрыты в таком счастливом материнстве. И она ребеночка так качает. И вот писать ему у глазки эротик улыбающийся или не писать. Или так понятно. Или так все понятно. Подскажите в комментах. Напишите комменты. Да, друзья, не забывайте, чтобы продвигать нашу школу. Человек будущего хомо-кутурус, школу человечности. Нужно, конечно, лайки ставить. Нужно, конечно, подписываться на YouTube канал и на Telegram мой. И на Telegram есть еще платформа, как помочь себе. Да, друзья, кнопочку нажимайте и школу продвигайте. Чтобы больше людей понимали, что нужно делать, когда попали в панику, страх, стресс. Как использовать энергию напряжения в собственных интересах. Да, друзья. Итак, до встречи.